В гостях у Евгения Додолева артистка, которой пророчили судьбу Примадонны. Екатерина Семёнова в студии. Вот это вот реальная история. Она вспомнит весь свой путь. А когда первая песня была исполнена, есть воспоминания? Потеряла голос. Я так разговаривал со всеми. Расскажет, как превратилась в большого автора. Вообще не думали о карьере певицы, композитора, о шоу-бизнесе? Я хватаю тетрадку и фигачу. И будет откровенной в разговорах о самом личном. Папа-то вообще ушёл в ваш день рождения, 7 января. Я, допустим, плакала, что у меня не стала мама всего один раз в жизни. Золотая рыбка. Екатерина Семёнова. Премьера. Глызина, Салтыкова просто называли гнидой последней. Смотрите в пятницу в 055 на телеканале Москва. Доверие. Добрый день, друзья, недруги. Завтра в пятницу будет эфир с Катей Семёновым. Как всегда, самое интересное, самое подцензурное остаётся за кадром. Поэтому я к анонсу хочу добавить небольшой эпизод про то, как моя визави троллила Михаила Швыцкова на съёмках. Это уже было после записи, костевой. И небольшой фрагмент из нашей беседы до начала мотора, пока бригада свет выставляла. Ну, право у Борисовны Пугачёвых. Мы все так, типа, повеселились. И потом я пошла петь, я вышла такая к микрофону. Вот. И вдруг он говорит. Катька, ты ж хотела название альбома сказать. Я говорю, вы же сказали, не надо. Да ладно, скажи. Я говорю, пизденая хуйбердень. Блядь, я тебя просила. Много чести, чтоб я её комментировала. О, как. Да. Потому что её любили 90% странным. Ну, не в последние, мне кажется, 20 лет. Не важно. Мы ещё живы, те, кто её любили. Моё поколение, моя одноклассница там. Понимаете? А вы с ней пересекались? Пошёл бизнес. Конечно. Всё нормально было? Никаких не интриг, ничего? Ну, по-разному было. Но я как бы не ведусь на это, на всё. Я отхожу. Продолжение следует...